Продолжение следует... Ну и столкнулись сразу проблемы. Это проблема уборки. Во время уборки комбайны простаивали, мы теряли деньги, не засчитывали. Пришлось сразу же начинать объяснять причину. Причина это простой. Простой комбайнов на выгрузке теряется на несколько ценных минут и простой комбайнов на ожидании. Потому что невозможно прогнозировать, когда машина приедет и когда отвезут. Мы на тот момент нашли для нас единственное оптимальное решение. Мы начали выгружать машины на ходу. Комбайны выгружались на ходу. Насколько это возможно было, насколько позволяла почва у своей влажности по структуре. В дальнейшем, уже гораздо позже, в седьмом году, я узнал о существовании букеров-перегрузчиков. И мне стало интересно их производить. И использоваться и производить. С девятым годом начали производить букеров-перегрузчики, которые кардинально меняют ситуацию с уборками. Жалею, конечно, что все занимались уборкой и не пользовались этим преимуществом. Но дальше задо запустили серийное производство. Бункера обеспечивают закрытие того пробела, который создает структуру самой уборки. 30%. Это средний показатель подъема производительности. Кстати, по отчувствующим жадкам, подъема производительности идет намного больше, потому что разрыв, она существенная. Отчувствующей жадкой комбайн бежит 11-12 кг в час. И простой там намного болезненнее сказывается, чем без отчувствия. Если обычный простой составляет порядка 25-30% общего времени, то сочувствующие жадки это может доходить на более существенное значение. К сожалению, это принимается как неизбежно, но это неизбежно. Его можно подправить. Бункера-перегрузчики. Это устройство, которое кроме как участия на уборке, еще принимает участие на севере. Загрузка посевных комплексов. Рацион это занимает достаточно немало времени. Ну, примерно там 30-40 минут. А если с удобрением, еще больше. А вот эти же бункера в тот период, когда уборки нет, они могут применяться на весеннем севере, на осеннем севере. Потому что загрузка происходит за считанные минуты. Три, четыре, пять, зависимости от размера бункера. Ну, подача идет где-то в среднем до с половиной три тонны в минуту. Они загружают удобрения, загружают семена. Мы их где-то лет пять назад создали на базе серийных бункеров, двухсекционных бункеров. Они обеспечивают загрузку как семян, так и удобрения с одного подъезда. Там поочередно открываются то ли правая секция, то ли первая секция, то ли вторая секция. Ну, закрывается соответственно другая секция. И идет подача и семян, и удобрения. Ну, чертовски удобно. Ускоряет. Существует ускоряет и сокращает, естественно, издержки. Еще один момент интересный по силу – это возможность проведения научного силы с минимальным количеством людей. Принципы проведения силы с минимальным количеством людей. Вот у нас Клен буквально делился недавно своими результатами. Саратовского роста я, например, привозил, когда выступал Клен Васильевич в прошлый раз. Заряд в 2004, значит, они наладили круглосуточный сель. Многие сели круглые сутки, но они наладили круглосуточный сель. Он был рад. Почему? Всего четыре человека принимают участие. Ночью загрузил бункер-перегрузчик, поставил на поле. Два механизатора, которые на селках работали, два воссийных комплекса. Один механизатор на бункере-перегрузчике и один механизатор, который занимался загрузкой удавлений через манипулятор. Все, четыре человека. У него результативность вырос по сравнению с предыдущим годом. Рео цифры скажу, чтобы вы поняли, насколько серьезно. Он просто сказал, что в прошлом году я сел за 21 день четырьмя комплексами. В этом году я заканчиваю посев за 10 дней двумя комплексами. То есть четыре с лишним раза увеличение производительности посев. Плюс еще очень интересный момент, который, может быть, кому-то будет интересен. Мы своим бункером начали приделывать самозагрузочные шнеки. Вот здесь, наверное, где-то показывается, как это работает. Идея была подородна одним из наших клиентов в Ростовской области собственником компании «Раздоле», который у нас купил, Курочкин, фамилия, может кто-то знает. То есть, который у нас там купил бункероперегрузчики. Он как-то позвонил мне, сказал, приезжай, посмотри, что мои хлопцы тут наделали. Они взяли, связали с посевного комплекса самозагрузочный шнек и приварили со своими кронштейнами к нашим бункероперегрузчикам. И начали принимать посевной материал прямо на поле, не отгоняя на ток за 20-30 километров. Вот мы взяли эту идею, классная идея была. И потом наладили серийное производство вот этих самых самозагрузочных шнеков. Они прямо на поле обеспечивают загрузку. А потом мы пошли еще дальше. И к этим шнекам приделали еще протравители. Две форсунки, сзади емкость для протравителя, насос дозатор. И меня обеспечивают прямо на поле протравленное. Вот тот, про который я сказал, Вячеслав Саратова, он был безумно рад. Уже такого качества протравления наши протравители не обеспечивают. Идет, с одной стороны, существенное сокращение затрат. Прямо убирается целый цикл стока. С другой стороны, он получает очень качественное протравление прямо на поле. Другие наши клиенты используют эту же функцию для несения инокулянтов. Когда речь идет насчет посева гороха, сои, изнута, я кому-то не знаю. Вот такие две функции. Еще там, чем еще занимаемся? Храним зерна. Храним зерна в пластиковых рукавах. В 2003 году я впервые столкнулся с тем, что, когда нас обулили в 2-м году, мы потеряли порядка 30% зерна, которое шутоплаты получали за уборку. Я в 3-м году впервые столкнулся с технологией хранения зерна в рукавах. Купил первую машину, в Аргентинске привозили. В Россию показывали на выставке. Первую машину купил, да и наладил хранение для себя. Настолько было классно, что на следующий год мы стали дилеры аргентинской компании, производящие технику и производящие руководители. Несколько лет занимались распространением этой технологии. К 2006 году, кажется, мы начали серийное производство оборудования. Но сейчас в России где-то порядка 500 с лишним комплектов оборудования наших работают. Россия и Казахстан работают на упаковке зерна. Зерно хранится и влажное, и сухое. Это может быть интересно с точки зрения правильной организации распределения ресурса по уборке. Пару лет назад мы одного из наших клиентов на севере Ростова, ГК Светлый, посоветовали попробовать у себя раннюю уборку со сбликом фазовой уборки на несколько дней. И результат был такой. Мы убрали зерно при влажности 18-19%, заложили в рукав. Там 400 тонн зерна для пробки. А зимой это же зерно уже мы использовали для того, чтобы миксовать с пересушенным зерном. И получается зерно в кондиции. Когда пересушенное зерно миксовали с влажностью 10%, и сухое переувлажненное зерно с влажностью 18%, он с одной стороны получил результат по увеличению влажности, то есть потерянный вес вернулся обратно. А с другой стороны он получил сушку, не потеряв ни копейки на сушилку. Результат такой. В прошлом году мы дооснастили данного нашего клиента 22-мя букерами, которые обеспечивают дозированное смешивание разных культур. И 15, кажется, комплектов оборудования для хранения во всех хозяйствах. В прошлом году у него результат был около 20 тысяч тонн влажного зерна. В этом году я пока не знаю, сколько он заложит. Он заложит, скорее всего, намного больше, а что у него в случае все прошло гораздо дальше. Разбрасывание удобрения. Ну, разбрасывание удобрения. По удобрениям, значит, тоже такая интересная функция. Ну, гугера используют для загрузки, скоростной загрузки, разбрасывание удобрения. Существенно снимается нагрузка на загрузку. Вот я видел у вас хозяйство Барса, да? Ну, с Барсом мы не работали, мы работали с Пегасом. А вот Пегас загружается за менее одной минуты. Притом загружается ровно столько, сколько надо. А вот изменение производительности, если мне помню, 60%, да? 60% зафиксировано изменение суточной производительности. Только за счет организации логистики. Плюс сокращение, существенное сокращение персонала. Разбросился, да? Подъехал, минута, машина поехала дальше. Минута. И там неважно, сколько там Бигбек берет, тонну берет, полтора. Столько, сколько надо, чтобы он засыпал, сколько засыпает. Мы в этом году начали еще использовать бункер, по совету наших белорусских коллег, да? Они посоветовали. Значит, мы начали использовать бункер для создания сложных удобрений. Буксекционный бункер. Что они посмотрели, там, первым купили, у нас сказали, «Ребята, это же классная вещь, мы разбрасываем одни удобрения, это один проход по полю, а разбрасываем вторые удобрения, да? Мы прямо можем получать сложные удобрения той дозировкой, которая нужна для того или иного поля». Вот такая подсказка, если кому интересно будет в дальнейшем, создавать дифференцированное внесение разных удобрений с одним проходом, можно создавать с пулей миксом. Миксование происходит с очень высокой точностью. Где-то примерно могу сказать, что это порядка трех процентов плюс-минусом и точность миксования удобрений. Вот если суммироваться, где-то наверное так. Если вопрос есть, коллеги, я готова к участию. Уложился рекламент? Да, спасибо, Арлен Мемерч. Арлен Мемерч, правильно я посмотрел на слайде, и вы сказали, что можно выгрузку везти из комбайна на ходу. Для технологий наутил, как все присутствующие знают, это крайне важно, чтобы не останавливался комбайн, и чтобы не уплотнял в этом месте почву, и чтобы разгрузка шла. То есть это происходит качественно, и вот легкий трактор тащит этот бункер-перегрузчик, и нагрузка на поле невысокая, плотность почвы. Не уплотняется почву. Значит, давление в шинах бункера-перегрузчика, если это идет к обличной комплектации, это равен 3 баррелей в шинах. То есть это где-то получается для пахотного земледелия вполне нормально, а если идет речь насчет наутила, то нам клиенты, как правило, заказывают восьмиколесные бункера, там давление можно отпускать где-то до 1,2 барреля непосредственно в шинах. Это считает 1,2 килограмма на квадратный сантиметр. Они используют безостановочную уборку. По какой причине? Это позволяет, с одной стороны, ресурс техники использовать максимально, потому что любая выгрузка на крае поля, это означает потеря времени. Комбайн подъезжает, теряет время на остановку, на подъезд-отъезд, на остановку, на перезапуск молотилки, и, естественно, стопроцентная загрузка никогда не бывает. То есть удельное время простое, она очень сильно бьет по сводкам уборки. А вот когда идет выгрузка на ходу безостановочная, вот эти все потери, они просто исчезают. Их нет. Второй момент. Значит, наутильщики часто поднимают аргумент, что вот нельзя, чтобы техника заезжала. Можно, вся Аргентина убирает безостановочную, хотя занимается большая частью Аргентины именно там наутилы. И у нас многие клиенты работают именно наутилы, безостановки работают. Значит, если на комбайн, если под комбайн заезжать, поле останавливаться, значит, идет вибрация, в первом там комбайн, в этом месте идет переуплотнение, с другой стороны половая выбрасывается, сзади комбайн, и образовывает непроходимость для сирки. А если выгрузка происходит на ходу, то в это время будут все эти там моменты исчезать. Здесь на видео должно быть там показано, как работаем мы восьмиколесным бункером в рисовом чеке, да, где гусеница только ходит. И создали вот эти бункера восьмиколесные с верхническим давлением, потому что запросы пошли из Дальнего Востока от наших клиентов, которых постоянно там топили, да, в Садоморской области, и слоевое поля здесь же просто нет возможности. Мы сделали вот такие бункера, испытания успешно провели, что будут там четыре назад, и сейчас там в Амурской области, в принципе, на Дальнем Востоке у нас работает уже достаточно много техники, потому что как раз есть вот такая потребность. Там наши, кстати, не могут достучаться, рисовиков ужасно теряют, мы им доказали, как это все работает, но долго насчетляемся. А с Нандарским краем надо ехать? Ну, мне показали вот этим крупным, для каких там названий там? Национали. Национали, да. Национали показали, фильм как раз у них так сняли, прорыв был по производительности. У них там просто там настолько все было плохо организовано. Ну, долго-долго-долго. По технологии наутил, автотранспорт вообще на поле не заходит, разрузка комбайнов происходит на дороге. И второй момент. Вот по этим бункерам-перегрузчикам, значит, мы говорим о том, что комбайн не останавливается и работает, работает, и за счет этого повышается производительность. Кстати, выгрузка современного комбайна три минуты на краю поля. Ну, четыре. И комбайн не останавливается, у нас есть там живой механизатор, как он справляет свои естественные надобности попить, покурить, сходить, комбайна смотреть. Анастасия Николаевич, давайте мы у вас попробуем. Я вам готов отправить бункер, организую безостановочную уборку, и я смотрю... И сравнить. Да, вы экспериментатор, насколько я могу судить. По вашему рассказу. Ну, хорошо. Значит, у вас попытки не будет. Скажите, у нас в зале есть кто, кто использует безостановочную уборку? А как мы рассмотрим на то, что зерно, то в зерно остается, как вы из золок попали? Это тоже на 10 раз. Ну, что-то ничего не остается. Что-то выгружается уже. Все выгружается. Если что, то на зерно добавляется. Мелочь, персонал остается. Ничего не остается. У Согрина есть вопрос. Да нет. Вопрос отъеду, то, да, мы достаточно давно купили в интерфер-кручек, и если уборка идет с хорошим ритмом, да, то, что выгружается. Никаким проблем нет. Вообще, Армин Вемирович был нашим спасителем, когда мы в 2014 году посеяли вот здесь пушеницу, она взяла и выросла. И ее нужно было с ней что-то делать. А у нас, кроме куста поля, никакого трука не было, и, конечно, его хранение в рукавах нам позволило сохранить только вот урожай и его успешно продать. Но еще можно сказать, что мы на сегодняшний день хранение в рукавах используем даже на срок до одной недели. То есть мы просто делаем какой-то мобильный объем, короткое хранение. То есть, когда нет возможности перенести сразу для элеватора или еще что-то, то есть мы можем, мы считаем выгодным, даже несколько дней хранить в зерновом рукаве. Это экономически обоснованно. Интересно. Да. Хорошо. Зерна в эти порты с помощью железной дороги. Бункер. Есть возможность перегрузки из бункера непосредственно вагона? Есть, конечно. У нас две технологии. У нас две технологии для загрузки вагонов. Одна технология предполагает подачу с автомашин самосвальных и загрузку прямой перевалки автомашин и вагонов. И можно организовать на любом тупике перевалку из обновок. Вторая технология это загрузка напрямую из бункера перегрузчика вагона. Но здесь некое преимущество есть в том плане, что нужно провести также весовой контроль. И вот у нас есть очень много клиентов, которые напрямую загружают. Это клиенты как хозяйство. Средние, крупные, холдинги, которые организовывают свои работы по загрузке. Это и даже сахарные заводы, которые спектричные жены загружают напрямую вагон. Это и элеваторы. Которые также определенную пропускную способность своих машностей меняют. Это и порты. У нас есть Таллиннский порт, который тоже использует технологию прямой загрузки. Вагоны или прямой приемки автомашин или автоперегрузчики. Так что технология позволяют на любой точке организовать загрузку. Не знаю, наверное, сотни-полторы машин трудятся в России на разных точках. И судя по динамике, когда люди не хотят зависеть от элеватора, ведь теряясь на цепочке доставки до клиентов, судя по динамике, это набирает только там обороты. Спасибо. Вот что касается пластиковых рукавов, то там, я так понимаю, можно и разной влажности хранить, и разного качества зерно. И за счет миксования потом формировать судовые партии. пластиковых рукавов, потом заканчивается дальше, то есть по мере уборки. Дальше после уборки можно будет провести, или параллельно уборки можно провести пробоотбор, определить, где какой костик лежит, и этот пробоотбор провести поэтапно, пока зерно пройдет поэтапно после уборочной дозревания. Как поступают наши клиенты? Они зерно укладывают в рукава, для них это получается некий адресный склад хранения. То есть в каждом рукаве то качество, которое есть, оно не меняется. Здесь нет понятия самосортировки. Потом после того, как определяют, когда нужно продавать, в зависимости от задач, какое зерно с чем перемешивается, определяется само по себе. То есть если решают задачу по влажности, они могут миксовать по влажности в рамках того же качества. Если решают вопрос по качеству, то они миксуют разные качества и получают на выходе то зерно, которое нужно. Но раньше миксовали до того, как у нас появились двухсекционные бункера, миксовали просто там используя два бункера, которые в одну машину высыпали с разной дозировкой. Где-то там открывали шторки больше, где-то меньше. Сейчас им дали возможность провести миксование через двухсекционный бункер. Тогда идет очень точное миксование. То есть можно подавать с одной точки 30%, с другой точки 70%. Ну и то, что я пример привел, что мы миксование по влажности сделали уже как инструмент ранее уборки, сдвига по уборке. Это получается совершенно другая картина. Вот я не знаю в Англоградской области сколько средняя влажность после уборки, но в Ростове иногда опускается до 9%, до 10%. Но представьте себе, что вы начнете уборку при влажности 18-20%, а закончите влажностью 9%. И если у вас появится возможность через миксование одно качество с другим качеством на 14,5%. А что ж потеряны 5-6% зерна через влагу. То есть мы это называем так, мы продаем влагу по цене зерна. Если у вас есть такая технология, пожалуйста, можете тоже предлагать, мы предлагаем такую технологию. Возврат обратно потерянных денег, испаренных денег. плюс сдвиг по фазе начала уборки, не мне вам объяснять, что это означает. Это риски, которые могут наступать с каждым днем. И второй момент, это нагрузка, сезонная нагрузка на ту же самую технику, потому что комбайны, получав дополнительно 3-4 дня срока уборки, они совершенно по-другому дадут сезонную нагрузку. Автотранспорт тоже, кстати, это не самое такое пустое место по-частью организации трехзвельной уборки. Бункер это буферная зона между комбайном и автомашином. Бункер накапливает зерно, создает автомобильную партию, и автомашины, когда используется трехзвельной уборка, требуется в 1,5-2 раза меньше машин, потому что нет их необходимости ждать на поле, пока их поэтапно загрузят с каждого комбайна. Вот такая получается сплошная экономика. А по-части дополнительных набалдажников, которые есть, как весовая система. Сейчас многие тянутся к технологиям. Это здорово, потому что технология дает возможность заработать и потерять. Весовая система, система управления GPS-навигацией. Из информации, начатая с того момента, как только комбайн убрал. Мы фиксируем убранное зерно с момента в игру ски комбайна на автомашину. Мы эту информацию передаем удаленно. Вот здесь представители сигнала должны быть. Это наши партнеры. Да, они выступят попозже. Мы с ними сейчас совместно достаточно серьезную программу создаем. Дифференцированная фиксация веса, убранная с той или иной точки. И это даст возможность на следующий год при внесении удобрения понимать, в каком месте сколько удобрений надо вносить. То есть создание карты. Карты, связанные именно с уборкой и с отцом весом. Спасибо, Армен Мюрчев. Спасибо. Это интересное мнение эксперта. Какая цена на хранение? Ну и затратную часть, давайте мы считаем так, затратная часть в среднем 150-170 рублей на 1 тонну. Туда входит и инвестиционная часть тоже. А если говорить насчет стартовых инвестиций, то она коррепится от миллиона до 5 миллионов. В зависимости у вас какая задача. То есть если задача стоит для фермерского хозяйства, хранить день, закладывать всем 400 тонн, мы можем давать машину, которая с одним трактором только работает, и обеспечит загрузку 400 тонн. Если есть потребность поставить полтора-две тысячи тонн, ну тогда надо будет потратиться больше. Цена вопроса, чтобы вы понимали, доставка на элеватах только занимает гораздо больше денег, чем здесь хранение на весь год. Они сейчас приезжают и сами собираются. Зачем там заливать? И деньги вам тоже привозят за подработку? Ясно. Спасибо, Армен Игорь. Спасибо, Сива. Спасибо.